Провал миссии корабля Starliner, космическая конопля Маска и российский лифт на Луну. Статья на Конте за 22 декабря 2019 года. Гамбит Веприя. Сегодня судьба директора НАСА Джима Брайденстайна висела на волоске. А вместе с ней на этом же волоске висела и судьба вице-президента Майка Пенса, курирующего американскую космическую отрасль. Конечно же, речь идет о возвращении на Землю космического корабля Boeing CST-100 Starliner, который был запущен к Международной космической станции МКС пару дней назад. Кстати, вместе с Брайденстайном и Пенсом на том же волоске висел и Трамп, но об этом чуть позже. Как мы сообщили ранее, старт корабля несколько раз откладывался якобы из-за погодных условий, хотя специалисты прямо заявляли о многочисленных технических проблемах космического аппарата. И запуск корабля это подтвердил. Старт состоялся в 14.36 московского времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Запуск прошел штатно. Через 15 минут после старта корабль отделился от ракеты и начал самостоятельный полет. Однако в расчетное время включения двигателей корабля не произошло. В результате корабль поднялся лишь на 250 км, в то время как МКС находится на высоте 408 км. Starliner выполнял свой первый испытательный полет без экипажа. На борту корабля находилось около 270 кг груза для МКС, в том числе продукты питания для экипажа, одежда и подарки к Рождеству. И антропоморфный манекен Роузи, оснащенный 15 датчиками. Манекен Роузи, имеющий на передней панели два небольших округлых прибора, барометр и гигрометр, как вы понимаете, был запущен по требованию активисток-феминисток в качестве ответа роботу Федоров и символизирует гендерное равноправие в космосе. Сейчас в Америке без этого совершенно никак. Заметьте, приборы хоть и округлые, но небольшие, чтобы не подчеркивать и лишний раз не выпячивать гендерные различия. Но это так, небольшое лирическое отступление. Стыковка Starliner с МКС была запланирована на 21 декабря. Возвращение корабля на Землю ожидалось 28 декабря. Но из-за неполадок с двигателями, стыковку с МКС отменили и приняли решение о немедленной посадке корабля. И вот сегодня приземление состоялось. Корабль Starline компании Boeing совершил посадку на полигоне Уайтсенс в штате Нью-Мексико. Капсула корабля коснулась Земли сегодня 8.58 по времени восточного побережья США, 15.58 Москвы. Приземлившись в расчетном месте посадки. Историческое приземление. Перекрестившись, сообщил ведущий трансляции НАСА, когда капсула корабля на трех парашютах коснулась Земли. Сейчас к кораблю направляется группа специалистов, в том числе будущий экипаж Starliner, чтобы провести эвакуацию манекена Роузи и тем самым завершить тестовый полет корабля. Вместе с ведущим перекрестились всем, чем могли и Брайнденстайн с Пенсом. И даже Трамп в овальном кабинете. Ведь в итоге за полет получено 3 с минусом. А могла быть двойка, если бы корабль затонул в океане. Или единица, если бы он упал на Пекин, над которым как раз проходила низкая аварийная орбита корабля. Необходимо отметить, что Брайнденстайна в последнее время активно критиковал Американский фонд борьбы с коррупцией, ведущие СМИ и демократы в Конгрессе, обвиняя главу НАСА в многочисленных авариях и растрате средств налогоплательщиков. Общеизвестно, что Джим Брайнденстайн является креатурой Трампа, которого он с большим трудом протащил через Конгресс на пост директора космического агентства. До него кандидатуры всех руководителей НАСА проходили единогласно, а Брайнденстайн прошел с перевесом всего в один голос – 50 против 49. Неудачное приземление корабля могло поставить точку в его карьере, поставить ребром вопрос об отставке Пенса и давало в руки противникам Трампа козырный туз в вопросе объявления ему импичмента. Наверное, всем известно, с какой радостью и воодушевлением встречают известие о неудачах нашей космонавтики некоторые российские радиостанции, газеты и блогеры. Так вот, в США все то же самое, только умноженное на 10 из-за криклеевого демократического большинства в Конгрессе. Теперь немного аналитики, основанной на инсайде. Вы думаете, демократы просто сидят и ждут у моря погоды? Ждут, когда наступит 20-й год, а обещанный пилотируемый полет американского корабля на МКС так и не состоится? Как бы не так. В структурах управления США работает много противников действующего президента, в том числе и в НАСА. Есть сведения, что они не сидят сложа руки. И иногда у них получается. Тем более, весь инструментарий у них под рукой. Но об этом, пожалуй, достаточно. Это компетенция американских спецслужб. Теперь пару слов о будущем экипаже корабля Starliner. Он, конечно, сейчас бодро спешит на эвакуацию манекена Роузи, но при этом очень озабочен предстоящим полетом. Вчера известный астронавт Грегори Харба, четырежды летавший в космос на американских шаттлах в качестве инженера, с иронией отозвался о готовности корабля Starliner к полету с экипажем. Харба перечислил нештатные ситуации, происшедшие со Starliner при запуске, в числе которых назвал отсутствие маневров в заданное время для доведения на орбиту, неправильную ориентацию корабля, отмену стыковки с МКС, что, по его словам, является демонстрацией аппаратного и программного обеспечения, а также отсутствие связи со спутником-ретранслятором ТДРС в критическое время. Вопросы к интегрированному, всеобъемлющему тестированию программного обеспечения, добавил он в Твиттере, годится для полета с экипажем, иронично подытожил астронавт. В итоге члены экипажа не спешат подписывать контракты с НАСА, мотивируя это тем, что системы безопасности и жизнеобеспечения корабля не прошли летных испытаний, а сам корабль не сертифицирован. Но Джим Брайденстайн, являясь неординарным человеком, сделал неожиданный ход конем. Он подписал контракт с Илоном Маском на отправку в космос. Чего бы вы думали? Конопли! Да-да, обычные конопли. Все было обставлено как положено. В начале следующего года на МКС отправляют ряд семян, в том числе кофе, корица и конопли, для проведения научных экспериментов. Но мы-то с вами знаем, какие эксперименты с коноплей проводит Маск. Тем более, что употребление конопли в ряде штатов уже разрешено, закон не нарушен, и каннабис вполне может стать легальным адреноблокатором для волнующихся за свою безопасность астронавтов. Это, кстати, устранит и известную проблему у мокрых ботинок. Как ожидается, приличные гонорары за экспедицию вкупе с применением проверенного Маском успокоительного средства должны стать мощным стимулом для полета астронавтов на недоработанном корабле. Чем же ответит Роскосмос? А он уже ответил. Надежные корабли для доставки космонавтов на МКС у нас есть, и поэтому мы берем выше, в наших планах, Луна. Первый этап дорожной карты освоения Луны предполагает создание базового модуля станции на орбите спутника Земли, а второй – отправку на Луну космонавтов и появление там первых элементов базы. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что для окололунной станции могут задействовать узловой модуль «Причал» и научно-энергетический модуль, которые изначально создавались для МКС. Но вишенкой на торте станет наш универсальный лифт на Луну. Сообщается, что в настоящее время Роскосмосом ведутся работы по проектированию универсального лифта, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров. Таким образом, можно сказать, что пока наши американские партнеры тщетно пытаются построить корабли для доставки астронавтов на МКС и погрязли во внутренних разборках, Россия ставит амбициозные цели и уверенно движется вперед по скриптам. Наши космические расследования и обзоры всегда находят широкий отклик у аудитории и часто обсуждаются в других СМИ, в том числе на федеральных телеканалах. И вот буквально вчера пришло сообщение от человека, близкого к космическим структурам, о том, что, в общем, уважаемые читатели, прочтите сами. Дается скриншот. Уважаемый автор специально зарегистрировался, чтобы организовать с вами сеанс почти космической связи. И вот почему. Есть у меня сувенир, непосредственно связанный с той самой миссией и даже больше. Местами он напрямую связан с той самой бабой с дрелью. Происхождение сувенира инсайдерское, как принято сейчас говорить. Сам являюсь вторым по счету владельцем этого артефакта. Но совесть подсказывает, что он должен принадлежать именно вам. С радостью передам, перешлю вам эту реликвию. Только скажите, куда или как? После получения артефакта, в каком-то роде являющегося признанием наших заслуг в деле расследования запутанных космических историй, мы обязательно ознакомим вас, что это за штуковина и каким образом она подтверждает правильность наших расследований. Гамбит Вепря специально для проекта Ньюспрайз. Ссылочка на источник. Уважаемые читатели, если вам понравилось, кстати, не забудьте оценить ее и подписаться на блог автора. Ссылочка, как всегда, в инфобоксе под видео. Впереди много увлекательных историй, не пропустите. Ну, попутно можете подписаться и на мой YouTube канал. Провал миссии корабля Star Line. Космическая конопля, маска и российский лифт на Луну. Провал миссии drin. Продолжение следует...